Запись пошла, еще раз всем привет. Сегодня у нас предварительный разбор итоговых работ, точнее курсовых работ на 25 потоке интенсива. 25 поток! 25! Это же так круто! Нам почти 5 лет, вот 5 лет скоро будет в январе. И вот ваши работы. Значит, Дмитрий Зорин. И, ну, здесь помечено все, что 25 поток, это все работы я разберу сегодня. Ну, как разберу. У меня, конечно, не будет, наверное, столько времени, чтобы разобрать каждую работу, иначе мы тут залипнем часами на 4. Я вам просто расскажу логику, что происходит у меня в голове в то время, когда я смотрю работы. Вот, чтобы вам было понятно, чего от меня ожидать. И я буду просматривать работы и просто отмечать косяки, которые стоит поправить и озвучивать их, так, чтобы вы могли потом вернуться к записи, пересмотреть еще раз. И, возможно, если есть вопрос, спросить у тренера. Дипа, что за фигня? Почему Дима дал мне такой комментарий? Так. Значит, объясняю. Я раньше проводил портфолио-ревью и оценивал работу в портфолио вот по следующим критериям. Критерии наверху. Первый критерий – это качество визуала. Ну, то есть, это самый базовый критерий. Нет ли там всяких косяков, артефактов в изображениях, там, размытостей всяких разных, там, грязных теней, конфликтов в цвете. То есть, самые базовые вещи. Обтравка, там, правильно, неправильно, качество изображения, там, пикселей нет. Дальше, сама верстка и композиция. Это все, что касается того, как вы управляете вниманием. Ловите его, ведете его, ускоряете его. Это относится все к доминантам, группировке, к отступам и к порядку в макете в целом. Дальше, типографика и тексты. Насколько хорошо вы можете верстать тексты и насколько вы умело подобрали шрифты и все ли там удобоваримо с точки зрения восприятия именно в типографике. И визуальная коммуникация. То есть, во-первых, ну, как бы корректно вы скоммуницировали эмоции или нет. Я не буду лезть в мудборды смотреть. Я должен понимать саму эмоцию по теме. А дальше я вам могу давать обратку. То есть, какие у меня эмоции возникают. А вы сравниваете с тем, что вы хотели донести. Если совпадает, значит, вы на правильном пути. Если не совпадает, значит, что-то не то. И я смотрю, как вы передаете ощущения через все наши инструменты визуальной коммуникации. Ну вот, если у кого-то есть вопросы, спросите сейчас. Если вопросов нет, я предлагаю начать. Поехали с первой работы Дмитрий Зорин. Я не буду читать комментарии, сразу скажу. Потому что мне должно быть все понятно из работы. И в целом, когда вы презентуете работу, комментарии излишни. Потому что, ну, в итоге будет смотреть пользователь. Вот. И он будет судить, удобно ему или нет. Так. Профессиональные стрелковые тренажеры. Ладно. Понимание, с пониманием понятно. Стрелка, слабоватый, ой, кнопка, слабоватый контраст. Маленький косячок. Сразу буду отмечать себе на бумажке. Потом буду озвучивать вам количество косяков. То есть, поправь с контрастом здесь. Все остальное. Вроде как неплохо. В смысле, это все? Первый экран, что ли? А, нет, не все. Пардон. Да, короче, с этим мужиком композиция лучше, чем вот с этой винтовкой. Потому что непонятно, непонятные размеры, да, здесь. А здесь все понятно. Да, вот ты улучшил, круто. Контраст сделал больше, выровнял. Да, сейчас виднее. Да, вообще у меня нет вопросов. Главное, на экран все прям супер круто. Дима, мужик. Так, это что у нас? Беспроводная модель с поддержкой мобильного приложения. Что это? Оптический сенсор высокой точности. Это понятно. А это что за хрень? Короче, для тех, кто в теме, тот поймет. Для тех, кто не в теме, тот, соответственно, втыкается. По поводу верстки. Нелогично размещен текст по центру, да. А выключка по левому краю. Сделай, наверное, может быть, по выравниванию. По левому краю или по левому краю и по левому углу. Вот. Так. Тыдынь. Дальше. Вот с этим вопрос. Насколько логично винтовкой так вот разделять блоки? Вот. Горизонт, потому что завалился немножко. И может быть логичнее другую какую-то часть винтовки показать. Либо больше акцента на... Ну вот, короче, просто взять и увеличить. И это будет логично сделать в рамках блока. Сейчас непонятно просто, к чему относится винтовка. Ну да, это точно косяк. Потом... Здесь вообще супер все. Здесь... Да, здорово. Спасибо тебе за заголовки. Вот. Опять винтовка, которая разделяет. Ну, насколько это логично, я не знаю. Мне кажется, это совершенно нелогично. Частые ошибки начинающих... Короче, вот этот блок доработать. А именно, у тебя проваливаются вот эти вот заголовки. Ты можешь сделать иконку какую-нибудь, что-то типа ошибка. И сделать заголовок белым. Потому что сейчас абзац сильнее, чем заголовок. Дальше. Криво смотрятся вот эти выноски. И на выноске не надо привлекать внимание. То есть, они у тебя сейчас перетягивают. Внимание нелогично. Траектория прицеливания начинающего стрелка. Сейчас, подожди. Давай разберемся. Это вот это вот все, что ли? Вот это вот... Это все траектория прицеливания? А что за хрень вот эта вот? Красная или желтая или... Что такое красная? Так, траектория прицеливания профессионального спортсмена. Короче, если ты тут сделаешь без цвета, наверное, будет понятнее. Может быть, ты что-то хотел показать другое, но объясни. А вот это вот... Ну, когда так смотришь, разница понятна. Можно ли это сделать... Вот эти вот две штуки. Проще для сравнения поставить одну слева, одну справа. Короче, одну мишень слева, одну мишень справа, а внизу уже легенда идет. Так, красная часть траектории. Это после выстрела, как сделано в приложении. Вот, блин, это значит. Что красная, это после выстрела. А синяя и желтая, это что? Видишь, куча вопросов возникает. Короче, вот этот блок прям к переработке. Быстрое обучение. Без головков скучно. Ну, ладно, не так критично. Отзывы. Так. Чуваки есть, а отзывы где? А, вот это. Я использую тренажер SCAT. Смотри, наверное, логично делать отзыв под фоткой. Ну, как бы чел говорит, отзыв под фоткой, вот это вот под отзывом. Так, это тоже поправить. Дальше по деталям вопросов нет. Варианты оплаты. Варианты доставки. У тебя вот эти вот два блока слились. Подумай, как лучше разделить. Так. Футер. Норм. Внизу вот это вот расстояние, оно не нужно такое большое. Вот. Так. И дальше я оцениваю, ставлю оценку предварительную. То есть, на сколько тянет эта работа. Сколько косяков я начинал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь твоих косяков. Но надо принимать во внимание, что косяки у всех разные. У кого-то жесткие будут косяки, у кого-то незначительные. Здесь в основном я вижу незначительные косяки. Вот. Поэтому поставим пока четыре с плюсом за эту работу. Так, что-то у нас это в табличке должен отмечать. Где там? Тема одиннадцать, тема двенадцать. Работа в портфолио. Так. Проверка. Это что ли? Ладно, я пока поставлю здесь. Винтовки, ты их определи просто логично какому-то блоку. Как изображение. Сейчас они нелогичны. Они разбивают блоки. Так. Зорин, Дмитрий. Что, Дима, понятно, что делать? Вопросы какие-то есть? Четыре с плюсом пока. Так. Поехали дальше. Катерина Брашкина. Так. Дмитрий, сейчас давай. Дмитрий. Да, отвечаю. Чего непонятно, как последний блок разделять? Вот этот. Разбей на два блока. Вообще не вопрос. То есть фоном можешь разбить. Можешь вообще переформатировать. Сделать один блок там на одну вторую, второй на вторую. Можешь попробовать три четвертых одну вторую. Вот. Три четвертых, если у тебя будет, здесь у тебя будет какой-нибудь блок там. Ну, хэзэ. Не знаю, войдет, не войдет. Не, наверное, не войдет. Ты же не будешь так делать. Вот. Можно сконвертить. Один с иконками оставить, второй сделать пунктами. Тоже вариант. Можно чек-листами сделать. Ну, то есть, куча вариантов. Ты просто попробуй, ты же в фильме, скорее всего, дизайнишь. Там быстро. Понятно? Так, ладно, поехали дальше. У нас кто? Патерина Брашкина. Я увеличу, наверное. Сейчас. Ага, добро. Принял. Дима. Принял. Так, официально, медицинский центр. Короче, вот этот дескрипт, он не читается. Вот, поэтому можешь его сразу убирать. Оставить только вот эту вот надпись, ну, с подчеркиванием. Ладно, типа, это логотип услуги, а клиники-то, галерея здесь все нормальная. Короче, смотри, вот ты такая берешь, делаешь сайт для больнички. Там логичным образом голубой ассоциируется с безопасностью, а красный именно в том контексте, он ассоциируется с болью и опасностью. И ты такая берешь и делаешь вот этот красный в элементах навигации. Вот. И тем самым вызываешь у пользователя ассоциацию с болью, да? То есть он к этим, за этим к тебе пришел. И таким образом, как бы, демотивируешь его пользоваться вот этими элементами навигации, да? То есть если вот такой вот переход с розового немного в оранжевый нормальный более-менее, то вот этот красный совершенно нет, нельзя использовать другую ассоциацию. Ты можешь здесь переработать немножко цветовую схему и добавить туда бирюзового или зеленого. Вот. Это тоже про безопасность. Будет работать. Красный в больнице? Ну, наверное, нет. Несмотря на то, что там скорая помощь, у них там красный знак там и так далее. Человек должен чувствовать безопасность, я считаю так. Вот. Дальше. И шрифт ты взяла наборный и используешь его в качестве акцидентного, да? Вот. И получается, что когда ты увеличиваешь, у тебя прям оптические компенсаторы бьют в глаза прям. Смотри, вот здесь D. У нее правая нога как бы шире, чем левая. То есть дальше отставлена, чем левая. У E перекладина слишком высоко. Вот. У K. Вот здесь вот верхняя перекладина. Она больше, чем нижняя. Я считаю, что нужно шрифт поменять. Вот прям однозначно. Больше отступ сделать здесь до ножек, если есть возможность. Так. По фоткам норм более-менее. Вот это поменять, потому что безнадега такая ощущается. Вот если бы тут был человек какой-то, да, или палата там, в которой была бы койка человек, это было бы более... Ну, человечность, что ли, более безопасна. Вот. Еще очень сильно, конечно, зависит от выражения лица человека. Поищи. По поводу того, как сверстана. Короче, здесь отступ справа. Нужно быть больше. Отступа слева. Здесь границу не видно. Тут мелкие косяки. И кнопка перейти, она прям слишком тонкая. Слишком низкая. Это тоже косяк. Потом вот здесь у тебя пункты меню прилипли к верхней части и развалились. Потому что отступ сверху и снизу, они меньше. Значительно меньше, чем отступы между. Тоже косяк. Когда вы делаете маркеры, их нужно выносить за. Понятное дело, что ты здесь не вынесешь вот этот вот длинный маркер за. За левую границу выключки. Поэтому используй что-нибудь поменьше. О клинике. Иконки норм. Вот здесь нужно убрать остроту. Острый угол убрать, сделать скругленный. Видишь, у тебя скорая помощь, она без скругленных углов. И сделать по размеру примерно одинаковые иконки. Потому что вот эта выбивается, она сейчас больше всех. А еще у тебя вот этот блок развалился на две части. Потому что здесь слишком здоровый отступ. Подумай, как это исправить. Это будет косяк в работе. Фотогалерея. Консультационный центр. Фотки с людьми было бы прям прикольнее. Потому что тут реально шаром покатить, никого нет. Люди. Ну то есть смотри на фотографии и чувствуй, как сказать, слушай себя, какие чувства у тебя возникают. Комплексные программы. И ты берешь такая и отделила заголовок целым этажом. И получилось, что у тебя заголовок отвалился. Это тоже косяк. Что надо делать? Объединять. Ну, внеси комплексные программы вот внутрь вот этого блока. Этот блок же относится к этому заголовку, правильно? Потом длинные тиры нельзя переносить на новую строку. Ставь на предыдущей строке. Серый на вот таком вот цвете плохо читается. Поэтому добавь контраста, сделай черный. В чем проблема? Не вижу никакой проблемы. Тогда из стены вылезла девочка. Странно, почему? Акции, информация. Короче, про красное я тебе уже сказал. Про красное на белом вообще. Кровище. Вот. Ну то есть ассоциация с болью. Не надо так. Здесь можно убрать девочку. Или сделать другую фотографию. Не такую нелепую. Вот. Фотка качественная, вопросов нет. Но при чем тут девочка, которая выскакивает из чего это? Бумаги. При чем тут это? Четче обозначат здесь ссылки. Так. Стальное вроде сверстно нормально. С интерляжем ты, ну как-то, дай больше места между строк. Слипается же. Вот. Значит, оценка и меню, ой, оценка и заголовок, они равнозначны. Как бы оценка важнее получается, чем заголовок, хотя они стоят в одной строчке. И почему-то оценка, они выровнены по правому краю, да, вот здесь. Логично выровнять, сделать стрелки меньше, а вот это вот жирнее. Так. Здесь опять с интерляжем косяки. Подумай, как можно вообще сократить вот количество слов здесь. Адрес и телефон. Ну и ясен тынь, что тут адрес и телефон. Вот ты пишешь заголовок. Общий телефон для записи. Заголовок. Два и точи. Телефон. Чпок. Вот. Или можешь телефоном, телефон сделать заголовком. Его сначала вытаскиваешь, а подпись к нему, это общий телефон для записи. И все. А потом адрес. Коммунистическая. Ла-бла. Вот. Или можно написать общее отделение. Детский травмпункт. Так, фотка с дубльгиса некачественная. У меня прям размытости такие. Хотя у меня не ретина, нифига. Короче, смотри, работа по структуре в целом для новичка. Да, неплохая получилась. Но я вижу то, что ее можно усилить. И усилить хорошо. Оценивая с общей планки. Это оценка 4. Да. Оцениваю строго. Это оценка 4. Вот. Ну, уверен, что у вас получится поправить. Кому я давал комментарий. Так. Катерина Гракова. Так. Недвижимость в Дубае. Сейчас я открою и чуть-чуть увеличу. Катя Брашкина думала, будет меньше. Ну, принимай. Я желаю тебе улучшить эту работу. Вы же знаете то, что я за вас просто оцениваю строго. специально для того, чтобы у вас лучше работать стало. Так. Как мне смотреть-то елки-палки. Ладно. Ладно. Буду смотреть так. Ну-ка, сейчас я посмотрю сразу по размеру текста. Есть подозрение то, что размер наборного слишком мелок. Увеличить. Увеличить. Смотри. И у тебя здесь... Посмотри, сколько у тебя кеглей сразу. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Причем здесь нету заголовка. Подзаголовка в смысле блока. На всем сайте у тебя должно быть четыре. Вот. Может быть я не ту работаю, у кого нету ради ту. Леша, привет. Так. Короче, раз. Это про размеры. Вот. Потом. Дальше. Про контраст. Ну, очевидно, что это слишком светлый, серый. Вот. Если ты хочешь премиальности и технологичности в этой теме, ты можешь рассмотреть графитовый. Как вариант. Ты можешь сделать... Вот у тебя золотой еще пошел, ты можешь сделать золотой. Тоже как вариант. Чего бы нет. Контраст пофиксить. По композиции вопросов нет. Композиция интересная. Меню классно сделано. Вот. Ресайзиться будет нормально, адекватно. Ну, то есть адаптироваться этот сайт, скорее всего. С текстом пофиксить. Здесь кнопка нормальное изображение, отличное. Вот. Прикольная композиция. В целом, я в восторге от нее. Она хорошо воспринимается. Вот так вот прям на грани делаешь отступы. Я бы чуть-чуть поближе подвинул пункты меню и чуть-чуть подальше бы это двинул каталогом. Сейчас одинаковые. Так. Вилла Бланк, район Санни Бэй. Все нормально. И кнопка такая бабаха и отвалилась. Непонятно, к чему она принадлежит. Вот. Подумай, как ее лучше разместить. Кейт, Катя. Переделала почти всю работу. И ничего страшного. Вообще, чем отличается опытный дизайнер от новичка? Тем, что ему несложно отказываться от результата своего труда. И он может сделать 10 вариантов разных. 10 вариантов, может быть, главных экранов. Ну, короче, 10 визуальных идей он может выдать за короткое время. Ну, в рамках часа. Поэтому ничего страшного. Если вы работу перелопачиваете, принимайте это. Так. О компании. Да прикольно. Нет вопросов. Наше преимущество. Не читается нифига. Текст вот этот зачем ты используешь? Разрядку в срочных тоже непонятно. Пофиксить. То, как ты сделал этот блок в плане композиции, очень круто. Да, то есть здесь фоновая иллюстрация. Она тут как бы немножко внимания дополняет и работает на построение эмоций. Эмоции у меня здесь простота, прозрачность, доверие, мягкость, в этом четкость, человечность. Если ты это хотел донести, прикольно, попало в точку. Вопросов нету по внутрику, но с размером шрифта наборного посмотри. Потому что просто плохо читается. Супер блок. Да, здесь в принципе все понятно. Все понятно. Единственное, что здесь маленечко разваливается на две части. Левая и правая части. Чтобы не разваливалось, сделать чуть-чуть шире вот эту вот форму. И все. И иконки. В разном стиле иконки. Сделал в одном. Видно, да? Тонкий контур, толстый контур. Здесь вообще непонятно. Разрывный контур какой-то. Вот. Чего там с этой... С этим input? Ну нормально. С input там просто у меня на экране через жопу смотрится. Только сейчас обнаружил тег. Подумаем, может быть, его сделать плотным. И с каким-то градиентом. Чтобы выделялся. Тяжка типа кнопок с градиентом. Это не будет выбиваться из стилистики. Потому что его сейчас сложно найти. Короче. А, еще знаешь что? Заголовок контакты. Он отвалился от блока, от своего. Вот. И объединился, получается, с предыдущим блоком. Так-то понятно, что есть разделение визуальным отступом. Но ты можешь сделать заголовок контакты в рамках. В рамке вот этой формы. И все у тебя встанет на свои места. Футера нет. Добавь футер. Будет смотреться как логичное окончание страницы. Так. Ну и... И... Да, эта работа более проработанная, чем у Дмитрия. И я, пожалуй, за эту работу пока что поставлю 5 с минусом. Дальше посмотрим. Так. И едем дальше. Да. Так. Так, Елизавета. Решила предложить все работы. Я разбираю то курсовые. Так. Это у нас промсайт. Это... Новостной портал. Это... Интернет-магазин. Это... Ну, короче, все, кроме курсовой. Я, конечно, могу сейчас ничего не проверять. С небес, скорее всего, будет обидно. Поэтому я давай какую-нибудь одну работу посмотрю. Одну из... Ну, вот это, например. А, Лиза с воркаутом. Ну, с воркаутом, если я буду тогда проверять какую-нибудь одну работу... Так. Стильная мебель на заказ. Ну, я понял. Леша, да, я понял. Делаем дизайнерскую мебель доступной, чтобы каждый имел возможность создать в своем доме уютное пространство. Короче, старайтесь сделать заголовок более интересным. Он обычный, пресный такой. Вот. По кеглям. Вот это вот выбивается сейчас. Здесь еще два разных кегля. Сделай такой же кегли, как и здесь, как в наборе. Так. Кегли. Заголовок. Кэпшен на кнопке съехал вниз. Ну, а так в целом просто минималистичная, мягкая. Вот контрасты бы добавить. Смотри, у тебя тут зеленый есть. А вот здесь контраст. А вот здесь контраст плохой. То есть оранжевый на оранжевый. Вот если сделать, например, оранжевый на зеленый, ну, хэзо, наверное, будет конфликтовать. Попробую другой вариант цвета вот этого бека сделать. Либо попробую сделать здесь черный. И сделать можно двойной бек розовый-зеленый. Вот. Так. Что дальше? Логотип огонь. Иконки в разном стиле сделать в одном. Композиция интересная. Что вот это за хрень, мне непонятно. Убрать. Вот. Если ты уберешь, ну, наверное, это просто костылек такой, который держит угол. Вот. Но что ты не можешь сделать угол без него? Можно. Трехместный диван влево. Часы декоративные вправо. Все. А вот здесь пошли дыры. Ты сетку возьми пошире. Потому что эко-кашпо у тебя отвалилось от твоего эко-кашпо. От твоей фотки. Вообще с сеткой проблема. Вот. А фотки ништяк. Посмотреть все. Кнопка отвалилась. Делать так, чтобы не отвалилась. Отзывы. И тут эмоция такая мрачная, флегматичная. Просто потому что цвет такой. Ты можешь сделать дорого. Верно. Сделав черный или графитовый на фоне. Чтобы контрастно было. И чтобы было четко и дорого. Три блока, да? Подпишитесь на рассылку. Короче, как-то можно компактнее сделать этот блок. Так, чтобы он оказался четко по центру, по вертикали. Эта композиция. Ну вот. С иконками он тебе уже сказал. Вот эти вот бэкграунды. Сделай ровно вектором. Что у тебя тут за косяки какие-то? Так, Лиза Скорнякова. Что? Ее нету здесь или есть? Так, ну ладно. Ее тут нету. Но давайте так. Так, если у нас Лиза с воркаута, тогда я посмотрю все работы. По-быстрому. Вот. И просто скажу оценки. Так. Ну прикольно. Прикольные ассоциации. Здесь кривенько. Надо пофиксить. Здесь косяк. Потом отступ больше. Здесь косяк. Здесь нормально. С этим шрифтом надо что-то сделать жирный. И серый вообще не очень читается. Здесь развалилось. Окей, футер более-менее развалился. Ну короче, смотри. Вот это на четверку с плюсом. Вот это. Ну что-то среднее между... Ой, ладно. Это на пятерку с минусом. Вот это на пятерку с минусом тянет. Разберись только с расположением пункта. Меню у тебя разные тут отступы получились. И с тенями. Вот это... Ой, вообще жесть. С логотипом. Из-за логотипа можно прям четверку ставить. Не тянет. Я всегда в восторге от новостных порталов. Проектов, точнее, новостных порталов. Это так классно получается. Шрифт классно продала. Ну тут, собственно, есть где развернуться. Газетка такая. Сорт с твоим, посмотри. Фигня получилась. Так. Теги у тебя какие-то стали... Незаметные. Можно к цветовому кодированию приучать. Например, как тут. Ну вот это тянет на терку с минуса. И в целом интересная работа. И все, да? Ну как-то так. Поехали дальше. Диана. Нет работы. Дальше. Алена. Так. Монборд. Не. Прогрузится. Или фотка косячная. Нет. Ужас обновим. Ну похоже, что это финальная версия. Ну по композиции ништяк. Давай я минусы теперь оставлять буду. Конечно же это главное фото. Растянутое пиксельное. Нельзя такое делать. Здесь посмотри, чтобы у тебя все коснулось линии. Потому что это касается, это не касается. Это как-то близко. Вот. Ну и да. Немножко имеет смысл там подбалансировать. Может быть даже у тебя вот эти вот засечки уйди зайдут за линию. Это будет логично. Вот эти фотки огонь. А это дальше у нас слайдер продолжается. Да? В принципе прикольно. Можешь даже третий этот зуб не делать. Сделать два, две фотки и понятно, что слайдится. Угу. 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 Ну, короче, я когда фигми делал, у меня нормально все с фотками было. Можно даже выгружать там прототипом. Ну, то есть фреймом давать. Ссылкой. Вот. Ну, как презентации. Так. Значит, здесь все ништяк. Отлепи только бирки. Вот у этой надписи она, наверное, получается ниже. Блок ништяк. Ну, немного как-то не очень воспринимаются заголовки, которые непонятно как выровнены. Я бы выровнял бы вместе с выключкой по левому краю. Так. Отзывы. Ништяк. Так. Это тоже зашибись. Футер огонь. Ну, можно, в принципе, по левому нижнему углу, но лучше, конечно, по центру. Потому что все равно и так инпуты небольшие. Вот это вообще классно структурировано. Да крутая работа. У тебя только фотки. Вот сделай фотки нормальные. И будет прям огонь. Не. Здесь-то фотка нормальная, да, на скрине. Короче, пять с минусом за фотки. Так. Была бы вообще четкая пятерка, если бы не было этого косяка. Работа огонь. Ну, договоритесь с фигмой. Я считаю, что это реально. Так. Покажем. Удивительный подводный мир. Понятно. Видос по центру смотрится нелогично. Он же должен быть по центру изображения, наверное, да. Изображение у тебя во второй половине экрана, наверное, значит, нужно по центру второй половины экрана делать. Иначе композиция, ну, так маленько подразваливается. Вот. Чего все иконки-то разные делать, не пойму. Переделать иконки. Рус-Эн. Прикольно. Сделай волны нормальные. Чего-нибудь у тебя кривые какие-то. Здесь тоже какая-то кривая волна. Как сделать? Ну, части окружностей ровные берите и склеивайте, и все. Так. Есть подозрение, что слишком мелко в наборе. И действительно, это тоже косяк. У вас должно быть вот четыре, ну, максимум пять кеглей. Лучше, конечно, четыре. Заголовок, подзаголовок, наборный текст. А, заголовок, подзаголовок блока, подзаголовок внутри блока, наборные и технические надписи. Наборные и технические надписи можно сделать одинаково, да? Соответственно, и бирки тоже туда же. И все. Подробнее у тебя эта стрелка отвалилась, точнее ссылка отвалилась, прилипла к нижнему краю, и места не хватает. И вот этот отступ, он нифига не по формату, не по вертикальному. Вот. Это у тебя что-то съехало вниз, у тебя нормально по центру стоит. Короче, проверь мелкие штучки. Мелкие штучки. Потерялась эта морская звезда. Вот. Потерялась, потому что она тонкая сама по себе. И пространство вот здесь хочется чем-то занять. ты можешь найти морскую звезду потолще, да? Ну, то есть, чтобы у нее прям вот так вот, да, были лапы такие толстенькие. И все. И она у тебя займет прекрасное пространство. И вообще проблем не будет. Ты можешь ее даже увеличить, да, чтобы она чуть вылезла за пределы блока. Главное, чтобы на текст не влезла. Вот. Пофиксить фотку. Потом. Здесь у тебя и вот эти вот, что это? Заголовки, не заголовки. Почему заглавные? Где у тебя еще заглавные используются? В заголовках нету. Другая какая-то стилистика еще. И получается еще они дальше. Вот эти вот заголовки от своих иконок. И иконки как будто отвалились и висят в воздухе. Ну, группировка. Это же группировка. Некорректная, да. Вам нужно научиться правильно делать. То есть, группировать логичным образом. Что за кегль? Непонятно. Нет. Маленькие отступы. Нет. Кавычки нафиг не нужно. Можно ими пренебречь. Короче, вот этот блок прям весь переработать. Потому что внутри все развалилось. Выключка хрен пойми какая. И не по центру, и не по левому краю. Вот. Надо работать. Вот этот блок прикольный, но картинки без подписи смотрятся голо. Добавить. Контакты. Вот смотри, ты берешь вот такой блок под контакты и вот такую карту. нафига. Ну, то есть, функция полезная карты какая? Чтобы человек нашел куда двигаться. Да. Если он будет смотреть эту штуку с мобильником, точно будет ничего не понятно. Поэтому делай лучше целый блок в карту. Вот. И, ну, понятное дело, что у тебя не получится такое сделать разделитель, либо любой программист тебя потом загнобит. Вот. Короче, сделай блок нормальный с картой. И все. И не парься. Можно ссылку давать. Просто без карт. Вот. Начала хорошо. Закончила не очень. Четверка. Так. Александра Матвеева. Желаю терпения и хорошо закончить эту работу. Ну, не только эту, еще и другие работы. Так. Носков Никита. Курсач. Онлайн подготовка к ЕГС. Гарантия результата. Такая ура! Пятерка! Ну, эмоция читается. Прикольно. Цвет, да, голубой, оранжевый, бодро, молодо, весело, круто. Так, короче, как во мне, так лучше сделать вот это белым и пожирнее, а вот это сделать, ну, можно оставить белым, можно сделать оранжевым, потому что вот этот оранжевый здесь у тебя проваливается, и как будто вот эти пункты меню, они кажутся важнее, чем этот оранжевый, хотя это не так. Так, вот это, да, вот здесь, вернее, слишком здоровый. Фотка, да, не штяг. Вот это вообще прикольно. Иконки, прям огонь. Да, супер. Клеточку ты в тему подобрал. Да, это прям ощущается, как, типа, просто, интересно, увлекательно. Да. Вообще классно скоммуницировал, мне кажется, эмоции. Узнаете за две минуты, как проходит обучение. Видосик. Чик. Узнал, посмотрел, отлично. Как это работает? А вот этот блок надо переработать. Потому что он с точки зрения композиции не сбалансирован. У тебя левая часть перегружена, а правая не догружена, наоборот. Вот. Переработай. Ты можешь его компоновать просто в какую-то сетку, понятно, и все. Это прям такой минус еще здоровенный. И что, и все. Ну, видать, не доработал. Короче, за эти два блока, первый, второй, пятерка с минусом, минус вот за эту хрень. Дальше рекомендую доработать. Надеюсь, ты успеешь. Очень желаю тебе успеть. Так, у нас Коф Никита. Леша пишет, call to action, может добавить. Вот, слушайте, Леша. Плохого не посоветует. Так. Дальше. Оля Курсач. Ну да, похоже. Так. Что-то случилось с логотипом. Белый. Бери. И вот тут тоже что-то на заднем фоне. Что-то, это авторская задумка, но воспринимается как косяк какой-то. Короче, вы все непонятные вещи сразу можете убирать из-за макетов, потому что пользователи их именно так и поймут. Непонятно. Что за хрень? Ну вот. В остальном, вроде вопросов нету. Конечно, эту композицию можно усилить. Сделать ее центральной, например, как вариант. Да, попробовать такой этот способ. Цветы по центру, студия, стов, декор. Там как-то вот по центру тоже на какой-нибудь плашке, не плашке. Уже в зависимости от того, что у тебя будет на фоне. Потому что сейчас наблюдается, ну, такой некий дисбаланс и слишком банальные композиции. Таких композиций за все эти интенсивы столько раз насмотрелся. Понятно, что это базовая вещь, которую вы должны научиться делать. Можно попробовать что-нибудь поинтереснее делать. Потому что сейчас левая часть окажется недогруженной, правой, чуть перегруженной. Иконки. Ну ладно, типа в одном стиле, но черт. Facebook, он там... Короче, единственный вариант, который я вижу более-менее адекватный для всех этих social share buttons, это заливка и все. Facebook, Twitter понятно, Instagram ищите с заливкой и не парьтесь. Так, все цветы. Провалилась надпись из-за того, что контраст слабый. Черный и тонкий, он сильнее даже, чем вот этот получился. Все цветы, букет, подарки и так далее отвалились друг от друга, потому что большой отступ между... Вот, композиция, ну, в принципе, пойдет. Простая, достаточно. Так, вот этот лист, ладно, разбавляет и добавляет. Сути. Вот. Тема для девочек в основном. Розыгры, да, пойдет. Добавь контраст здесь. В принципе, прикольный инструмент, который ты используешь. Такой паттерн или там изображение на фоне. Но вот это вот не контрастно, да, слишком светлое. Вот. Ну, вы можете сделать чуть темнее, можете сделать чуть насыщеннее. Ну, короче, а чтобы отличалось от серого, не сливалось с серым, лучше выделялось на сером. Здесь тоже слабый контраст, да, у кнопки. Она у тебя такая еле-еле такая светит. Маленький отступ до нижнего края, сделай. Нормальный. Вот эти вот элементы навигации у тебя криво. Один ниже, второй выше. И не надо их выделять такой хренью. Она, во-первых, не особо информативная. И, во-вторых, человек так заметит вот эти вот влево-вправо навигацию. Ситуация рекоратора. Ну, ладно, допустим, наша студия. О, акварелька появилась. Так, так, так. Так, где еще акварелька? Акварельки нету, но это идея. Чего бы тебе эту идею куда-нибудь сюда не применить. Можно сделать какие-то акварельчики между блоками. Типа, как ты делаешь вот эти вот штучки, только найти акварельные. У тебя будет все в одной стилистике. Можно сделать цифры акварельные. Тоже будет в одной стилистике. Иконки. Ну, ок, можно сделать чуть побольше. Так. Ну, и развалился вот так вот по горизонтали, если посмотреть далеко друг от друга. У нас. Ну, что, нормально. Можно фотку больше сделать. Вы как-то сетку все-таки выдерживаете? То есть тут вот как-то вот непонятно. Ну, вроде есть. А здесь что? Можете еще горизонтальную сетку применить, чтобы у вас отступ одинаковые были. Смотри, еще разница в размерах у тебя, размеры шрифтов. Короче, 4 или 4 с плюсом? Не пойму я. 4. 4. Так, Ольга Зизова. 4. Ну, да. Хватает косяков. Желаю тебе улучшить эту работу поскорей. Так. О, вот где она. Так. Че, как дела? Вы там не заснули? Напишите что-нибудь в чате. А то, может быть, я на вас нагоняю сон. Ладно, продолжим. Горы и замки Кавказа. Ммм, интересно. Фотка такая эмоциональная. Ну, такая глубокая такая фотка. Почему оранжевый? Почему оранжевый? Вопрос. А черный на оранжевом вообще стремно? Вот это фото на фоне супер. Вот этот логотип пофиксить, он какой-то не оттуда. И прилип к верхнему краю. Вообще какой-то квадрат. Так. Потом вот этот паттерн. Да, прикольно. В тему. Да, вот это фото рассвета. Прям вааа. Эмоционально. Может быть, логичнее добавить, вот взять, добавить такие же эмоции на главный экран. Взять вот что-то такое же на главный экран. Вот такая прям, вот такой рассвет такой. Ну, я не знаю, в город, а обычно как-то с утра выдвигаешься. Там даже можно рассвет посмотреть. Свобода, свежесть, пространство. Много пространства ощущается. Невесомость. Ну, как будто небо прям рядом, где-то недалеко, да. Вот. Это вот я характеризую, как я воспринимаю эту композицию. Если ты это хотел донести, это круто. Шрифты под классику, это тоже. Потому что в Грузии много такого традиционного. И они при этом про легкость и мягкость одновременно. Вот видишь, насколько легче смотрится белый на оранжевом. Переборщил немного с размером. Чуть поменьше сделаю, отлепи от угла, будет норм. Фотки прикольные. Вот это фото, только не очень удачно, потому что вот эта башня, она у тебя разделила фотку прямо на две части, левая и правая. Чтобы удачнее было, просто по двери так, что у тебя отступы вот здесь, до нижнего, до верхнего края есть. Изображение на бэке прям супер. С отзывами чуть переборщило. Вот с этими подложками. Можно вообще от подложек отказаться, ничего не потеряешь. Оставить тени и заверстай нормально, потому что вот здесь у тебя как-то съехало наверх, ты все в левом. Нафига выделять цветом вот это вот, вот эти иконки. Непонятно. Футер ништяк. Можно меньше места здесь дать. Ну, короче, направление прям огонь. Я считаю, из этой работы получится что-то крутое. Сейчас пока что она получает оценку. 4 с плюсом. Ну, может, с двумя плюсами. Ну, а назначим, ладно, 4 с плюсом. Или 5 с большим минусом. Ну, ладно, для мотивации поставим 4 с плюсом. Конечно, это не итоговая оценка. Так, Диана. Диана. А, вот. Я не знаю, это в таблице считается в баллы или нет, не помню. Поставлю 4 с двумя плюсами, если не посчитается, тогда скажет. А, нет, тогда если не посчитается, тогда все нормально. Работает в портфолио. Короче, смотрите, еще сразу оговорку сделаю. Вот вы уже сделали вот эти вот работы в портфолио, да, и здесь есть рядом оценки за работу. Вот. Короче, оценки за работу – это вот моя графа. И здесь я буду сам оценки ставить. О, вот промежуточная оценка курса ЧАЭ. Сейчас скопирую. А вот это здесь вы просто отмечаете единичками то, что у вас сделано. Я не знаю, вы сами можете ставить или тренер это должен проставлять. Короче, если вы здесь что-нибудь поставите, вы получите дополнительные баллы. Ну, единичку поставите, вы получите дополнительные баллы. Так, а это я сейчас просто перенесу. Во, ништяк. Ладно, поставлю 4 с плюсом, подтянем баллы или нет. Дмитрий Тимофеев. Каждый поток у нас есть кто-то, кто делает что-то про единоборство или про качалку. И оно все получается черно-красное. Это нормально с точки зрения овечка. Можно даже прям альбом сделать, работать в одном стиле. Там реально дофига. Вот на каждом курсе вижу одну-две. Ну так, честно подумайте, какую же цветовую схему можно использовать под вот эти вот единоборства, кроме сочетания красного на черном? Как вы думаете, можно ли это сделать в светлом? А если делать в светлом и использовать это как ограничение, тогда какие формы нужно использовать, да, для того, чтобы показать силу и динамику и мощь? Прикольная задача, да? Подумайте. Ну ладно, Дима, давай посмотрим. Фотка ништяк. Вот этот чуть наверх задрал, можно чуть-чуть подспустить. Логотип слишком в шар бьет, потому что он алый прям. Вот этот-то у тебя темнее, может быть, и этот сделаешь темнее. Может быть, сделаешь даже с градиентиком, чтобы как-то глубже показать. Вот, раз, два. Потом бирка у тебя прилепилась к Академии, потому что ближе, да? Да, и на борс тут валились, тоже фикси. Меню нормально, скролл даун, смотреть вниз, ну ладно, вроде читается. Иконки, аллилуйя, все с заливкой. Возьмите попроще иконку Инстаграма. Так, дисциплины. Почему? То есть ты вроде сделал все ништяк. Вот только не было бы вот этого вот элемента навигации. Было бы все прям просто прекрасно. Сейчас ты добавил элемент навигации, и он у тебя, во-первых, отделил заголовок от своего контента. Во-вторых, почему делать, зачем делать элемент навигации сверху? Он же у тебя не основной. А ты к нему бах, и ты привлекаешь внимание. Это же нелогично. Логично привлекать внимание к контенту, и потом показывать, что у тебя еще что-то есть. Если ты хочешь показать, что у тебя есть много чего, ты можешь сделать здесь прям вот меню слева, да? Типа каратэ, там, не знаю, что там еще есть, там, кровмага, там, какая-то, или еще что-то. Не надо привлекать внимание вот сюда. Это прям грубо. Это не специальный гость вечеринки. Зачем ценник вытаскивать наверх? Тоже самый вопрос. Ну, как-то надо здравый смысл променять. Думать, что логичнее. Тренеры, договоры. Правильно. А не тренера, договора. Пофиксить. И опять у тебя элемент навигации сверху. Пофиксить. И вот здесь вот непонятно, как выровнено вообще внутри фото. Пофиксить. Надпись. Чувака слишком зарызал. Больше надо делать отступ до верхнего, до нижнего края. Доделать. Это прилипло к верхнему краю. Видишь? Пофиксить. Элемент навигации. Ну, ок. Расположение. Но опять все же, слишком много внимания. Из-за красного. Белый оставишь, шикарно будет. И можно не такой плотно делать. Почему вот это по правому крайне? Понятно. Сделал пацан, а будет у тебя счастье. Контакты. Почему кегль кепшенов больше, чем наборные? Я хотел сказать, больше, чем наборные. Но нет, там все нормально. Потому что это подпись. Окей. Но попробуй унифицировать кегли. Одинаковые сделать. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Тебя прям разное. Раз. Два. Три. Четыре. Пять кеглей в наборе. Делаешь один и не паришься. Для подписей делаешь меньше и все. Зачем жирные футери? Короче, тут прям... Ну, есть прикольные визуальные решения. Типа фотографии. По композиции, да, там можно легко улучшить. Вот. Но есть прям какие-то такие новичковские и физиологические решения, которые бы желательно осознать. И есть куча киськов поверстки. Поэтому это четверка. Пока что. Работа совершенно несложно вывести на уровень. Так. Мы едем дальше. Специально сейчас оцениваю строго для того, чтобы создать для вас прям мотивацию улучшить. Сразу скажу, не факт, что я буду оценивать не строго в конце. Ну, то есть на итоговом разборе. Поэтому, пожалуйста, подготовьтесь. Делайте вообще на максимум 100% от того, что возможно. Даже больше для того, чтобы улучшить вашу работу. Если вам кажется, что вы что-то не дотянули, какой-то косяк, или что-то не доделали, просите обратку у кураторов, просите обратку у тренеров и просите обратку у своих коллег. Да, то есть можете скидывать там в чаты, обсуждать работу. Скорее всего, вы так и делаете. Старайтесь сами осознавать. Ну, то есть быть более самостоятельным в этом плане. Принимать решения самостоятельно, ориентируясь на работу из уровня нормы. Не бойтесь отказываться от результатов ваших работ. Если вам это не нравится, да, если вы получили обратку от тренера, что-нибудь в стиле, ну, это вообще никуда не годится и нужно переделать. У вас есть фигма. Фигма – это быстрый инструмент, в котором можно прям сделать десяток композиций за короткое время, там, в течение часа. Ну, это я говорю про один блок. Ну, вот. Так, Оля, ага, вижу. Какой вариант смотреть? Этот. Или этот. Так, 20.16, а там час назад. 20.40. Ага. Значит, этот. Блин, ну, как-то, либо так, либо так. Ладно. Тени. Ладно, смотрим так. Товары для экологичной жизни без мусора. Так, деревяшечки. Металл. Пелен. Растительность. Растительные паттерны круто. Растительный шрифт круто. Но бирка объединилась с верхней частью заголовка. Отодвинь. Это косяк. Смотреть каталог. Ну, подчеркивание есть. И почему-то это не воспринимается как ссылка, потому что стиль такой же, как у наборного. Да? Может быть, выделить жирным. Вот, вроде нашла иконку Инстаграма с заливкой, которая нормальная. Цвет, да, подходит. Вот это вот тоже хендкрафтовое все тоже подходит. Кайфую, на самом деле, от таких композиций, когда у вас не все замощено карточками, да. Оставлено место под какие-то смыслы. Да, и эмоции, ощущения прям передаются, да. Это про новый подход к жизни. Это про более такой простой экологичный подход. Про здесь больше свободы. Вот. Чистоты здесь больше. Да, прикольно. С визуальной частью, я считаю, что справилась. С расческой ты не справилась. Дать делать. Ну, это грубые ошибки для новичков. И с интерлинияжем тоже. Здесь что-то куда-то все разрушилось, и заголовки отвалились. Если заголовки здесь будут, по крайней мере, будет хоть как-то держаться. Попробуй переработать этот блок вообще совершенно в какую-то другую композицию. Можешь оставить там, можешь добавить сюда хаоса, в принципе. Но оставь последовательность, четкость, последовательность восприятия. Ну, чтобы просто смотришь и не теряешься, да. То есть, чтобы последовательность была откуда-куда смотреть. Видос. Нафига вот эти вот линии слева-справа. А можно этот элемент сделать в таком же стиле, как у тебя все остальное? Ну, то есть, от руки нарисованным. Сделай. А то он как будто прям выбивается из общей стилистики. У тебя элемент навигации где? Вот у тебя элемент ссылка такой, от руки. Вот этот элемент, на самом деле... Ну, ладно, их можно оставить, можно сделать от руки. И все, больше я у тебя четких элементов навигации не видел. Логично переделать. Отлепи от... От картинки. Видишь, у тебя здесь больше, а вот здесь меньше. То двинь. Контраста не хватает. И вообще в форму футер пихать такую здоровенную, это неудобно. Футер – это информация некая техническая и воспринимается как не особо важная пользователям. А здесь ты хочешь прям, чтобы пользователь совершил целевое действие и написал вам. Он не будет вам писать через футер. Потому что он не воспринимает вот эту штуку как какой-то важный для него призыв к действию. Поэтому футер давай отдельно ты сделаешь, а форму ты сделаешь отдельно. Короче, что там по кеглям надо разгрести. Ну надо, наверное, проверь, сколько у тебя разных кеглей. Я вижу, что тут прям возможность унифицировать количество, меньше сделать. Через должно быть 4, максимум 5 кеглей на всю страницу. С учетом всех заголовков, подзаголовков там. Так, ну, это что-то среднее между пятеркой с большим минусом и четверкой с плюсом. Наверное, больше склоняюсь к пятерке с минусом. Так. Но если ты не сделаешь футер, я снижу балл на итоге. Потому что, ну, это совершенно банальная недоработка. Так. Катя. Три часа назад. А это вообще древняя. Значит, вот эта. Так. Ну, главный экран однозначно нужно дорабатывать. Смотри, откуда и почему такой шрифт, вот прям очевидно разбалансированный. Если ты его сама подбираешь, ну, подбери другой. Потому что вот это вот, это про какую-то нелепость, несуразность, нечеткость, непроработанность. Тебе это надо? Я считаю, что не особо. Можно заменить, значит. Дальше, по поводу изображения на главном экране. Ну, вот вообще супер нечеткое. Потому что, смотри, видишь, какие тут окна. Что тут вообще за хрень произошла? Все как-то съехало. Ethername, паспорт. Все какое-то... Ну, это грубо. Ну, поменять прям изображение на главном экране, значит. Потом логотип тоже. Потом композиция. Сдаем обильное приложение. Тодичь, дыра, расческа. Потом здесь обсудить проект слабый контраст. И маленькие отступы. И вот эта вот вся штука непонятно где расположена. И не в левом верхнем углу, и не по центру. Вот. Вот это все уехало вниз за сетку. Почему дрибл розовое, все остальное голубое? Ну, знаешь, у меня складывается ощущение, что ты взяла какой-то шаблон. Вот. И у тебя вот этот блок по шаблону сделан. А вот этот блок сделан самостоятельно. И самостоятельно ты еще не сильно доперл. Что такое уровень нормы? А что-то нет. Не, ну, блин, ну не так же. Оль. И, ну, да ладно. Даже если это косяки, фигмы. Вы что, к заказчику такие отправляете макеты, да? Или приходите на презентацию. Там собралась куча народу. Вы показываете. Вот. И тут вы показываете главный экран. И такие, ой, вы знаете, а фигма-то не работает. Это из-за нее все косяки. И заказчики такие, ну и что? Мы-то что тут можем сделать? Иди давай дорабатывай. Чья это ответственность? Заказчика, что ли? Нет. Точно не моя. Что фигма не работает. И что вы не смогли сделать фигме так, как надо. Некоторые смогли, а вы не смогли почему-то. Делайте. Здесь нужно лучше сделать композицию в плане, в пути поиска попутчиков. Две строчки эти отвалились, потому что слишком большой отступ между строк, да? Примерно соразмерен отступ до иконки. Здесь слишком здоровенный интерлиняш. Заголовка нет. Я бы это разбил на два абзаца. Здесь маленький отступ слева и справа. Вот это вот 0.2-0.5 прилипо к нижнему краю и не объединилось с контентом. Ну, как бы, отдельно от него. А еще заголовок, зараза, по центру. Куда его приткнуть, да, непонятно. Но хочется куда-то, да? Есть способ. Делай просто чуть больше отступ сверху, такой же отступ снизу и вот чуть больше отступ вот здесь. И все, он у тебя не будет так жестко связываться с заголовком. Так. Здесь тоже проблема с группировкой, да? Иконка близко, заголовок далеко, интерлинияш далеко. А это что? Абзац, но без заголовка. И вот, получается, левая часть, правая часть отвалились друг от друга. Ну, вам же, не знаю, раз, что говорили по поводу правила внутреннего и внешнего. Раз. Правила группировки – два. Целостности композиции – три. Хотя это все об одном. Почему выравнивание по центру, а выключка по левому краю? Почему отступ вот этот такой же, как отступ вот этот? Почему вот здесь есть сверстан текст вот так вот, да, чтобы появилась расческа? Почему маркеры здесь стоят именно так? Почему вот этот ценник непонятно, куда принадлежит, сюда или сюда? Ну, и такие вопросы, да, ну, понятно, что такие вопросы, которые ставят в тупик, почему так, да, как у вас сейчас есть. Но в том-то и прикол, если вы не можете объяснить, почему так, значит, наверное, что-то не так. Вы должны уметь аргументировать любую маленькую деталь вашего дизайна-магета, потому что если заказчику вам придется с такими вопросами, вы точно засыпетесь. Сделай лучший блок с логотипами. Все развалилось здесь. Ну, ну это, я не знаю, тройка с плюсом. Так, Катя Шишкова, давай, Катя, тебе нужно прямо подтянуться. Ты отвечаешь за свою работу сама, полностью. Делай так, чтобы у тебя работа стала на уровне нормы. Даже если вы не можете, не нойте, что, типа, вот, я новичок, у меня не получается создать на уровне нормы, там, м-м-м. На кой черт тогда вы пришли учиться на интенсив? Выкладывайтесь на 150%, тогда вы получите результат. Так, еще одна работа Кати. Так. А, ну ладно, я уже посмотрел, верно? Так, Юля. 21.57, 28 октября. Так, вот это свежее. Так, обжариваем кофе на заказ. То, что провалилось, это логотип. Белый, даже в мелком кегле и тонкий, смотрится контрастнее по отношению к вот этому, сильнее, да? Дальше, отступы между. Что? Во-первых, разные. Во-вторых, больше, чем вот этот отступ. Иконки. Ладно. Выравнивание здесь непонятно. Почему такой отступ до нижнего края непонятно. Ладно, это окей. Композиция банальная в целом. Можно придумать что-нибудь получше, кружка обрезанная. Ну, короче, пока что это банально. Да, я понимаю, что это там новичковская работа. Может быть, вы и не делали ничего подобного до. Но попробуйте сделать больше вариантов композиций главного экрана. Хотя бы пять. И при этом разных. И при этом, чтобы чувствовалась крафтовость какая-то, традиционность, что ли. Это сейчас как ассоциируется с такой устаревшей кафешкой, да? С ушатанным немного интерьером. Знаешь, бывает, заходишь в кафешку, а там такой вот... Ну, видно, что старая. Ну, и здесь тоже примерно так же, да? Весьма популярное стоковое фото. Так, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Филопико, Старико. Окей, понятно. Не дотянуло вот здесь до края. Хотя больше было это сделать. Потом. Здесь. Ну-ка, увеличу. Короче, одинаковое, да? Вот это и вот это. И легенды, да? И вот эти характеристики. Или это можно назвать подписями, да? Подумай, можно ли выделить вот это и сделать менее заметным вот это. Иконки банальные. И не сочетаются с вот этой вот окружностью, да? Если делать, то без окружности тогда. Потому что у тебя контур вот здесь тонкий, здесь контур вообще нет, да? И они воспринимаются более плотными. Если делать какую-то окружность, то сделать ее толще, плотнее. Либо не делать вообще. А вот это фото ты подобрала. Это прям вообще мега супер фото. И вот прям суперский элемент навигации. Вот прям вот круто. Единственное, что вот это вот тег можно вынести за скобку. Ну, то есть за левый край. Либо сделать не бирку, а подпись. Вот видишь, у тебя уже гораздо лучше смотрятся вот эти иконки без этой рамки. Короче, и даже ты умеешь подбирать фотографии. И даже ты подобрала классную фотку в последний блог. Это же про культуру обжарки кофе. И вообще дикюстации. И всю вот эту вот историю. Но почему? Но почему? Вот ты используешь вот эту фотографию на главном экране. Ай! Почему ты используешь вот эту вот стоковую фотку? Все. Так. Нет уже консультации по дизайну, то есть, коллеги. Так. Возвращаемся. Короче, вот этот блог ништяк. Вот этот блог ништяк. Вот этот блог под переработку. Это под переработку. Это в переработку. Вот этот, ну да, более-менее нормальный. Вот этот ништяк. Вот этот доделать. Потому что вот это вот по центру вообще совершенно никуда не годится. Для интерляжа тоже никуда. Оценка. Четыре с минусом. И на заработку. Короче, есть такие вот прям проблески, ясности и понимания. Только надо сначала начинать. Ну, в смысле, сначала эти проблески применять. Так. Тимирлан. Сегодня 15.09. Отлично. Предфинальная версия. Катерина Брашкина, меня уже тошнит от этой буквы F в макетах. Текст слева, доминанта справа. Как по-другому правильно делать? Мне пока сложно понять. Ничего, научитесь. В смысле, это про Facebook? Ой. Так. Главный экран. Да, супер. Кнопку сделал в стиле Lamba. Да, и с цветами, в принципе, несложно было определиться. Что, можно улучшить чуть? Да, это можно сделать чуть-чуть меньше интерлиняш. Так, чтобы здесь отступ чуть побольше стал, и все. Так. Да, тут опять ламбарджинивская такая... Рубленность, да, пойдет. Только будь аккуратен насчет вот этих вот... Ну, насчет вот этого задухания, да. Потому что, чтобы это не конфликтовало с стилистикой. Видишь, здесь у тебя одной толщиной линии. Здесь тоже моноширинная, да, линия. А здесь у тебя другая стилистика пошла. Вот возьми, унифицируй. Композиция прикольная. Вот здесь вот у тебя нужно доработать. У тебя, по-моему, у самого эллипса, либо у тачки горизонт завален, и заднее колесо, оно у тебя выехало за пределы эллипса. Когда у тебя, получается, тачка начнет разворачиваться, у тебя не будет видно надписи так-то, если по грамотному это все делать. Поэтому круг, тачку в круг занеси. Drag picture to rotate the car. Это можно делать не слева, можно делать снизу. Такая техническая надпись. И, соответственно, всю тачку можно поднять наверх. Так, вот это. Ну, более-менее нормально. Только смотри, какая информация из этих двух столбцов, она более важна. Мне кажется, вот это вот, она больше информации дает. Вот это, это чисто заголовки, подписи в данном ключе. Вот это очень грубо. Не должно быть так крупно. Не должно так сильно отвлекать внимание. Обработка фотки тоже не очень, потому что освещение белое, а у тебя фон темный. Вот, пофикси, пожалуйста. Видишь, да, как в темном помещении совершенно по-другому, да, воспринимается фотка. Вот, ну, короче, вот этот блок прям критично. Надо переработать. Вот эта фигня тоже критично. И вот это вот неумение работать с пропорциями, с перспективой тоже критично. Ну, поставим, пожалуй, 5 с минусом, но если ты не доделаешь, то у тебя оценка будет ниже. Так, Кермирлан, Кемирлан. Так, Катя не нравится все главные экраны. У нее жажда экспериментов. Да, эксперимент приветствуется, да. Вот, и когда вы втыкаетесь тоже по результатам эксперимента, это тоже прикольный опыт. Главное, чтобы вы в конце приходили к классному результату. Можно перебрать там 50 разных вариантов и прийти в итоге к классному. Короче, только хотел сказать, что первый раз я вижу такое органичное использование этого шрифта. Хотя, что-то у меня тут фонит, конечно. Ну, потом я смотрю на каталог, потом я смотрю на вот это, потом я смотрю на вот это и понимаю, что не в шрифте дело. Это же финальная версия. Так, да. Ну, смотри, фотку на главном ты подобрала просто мега. Потом вопрос к вот этому шрифту следующий. У и К кажутся дальше друг от друга, чем остальные буквы. И З тоже. Вот, поэтому, может быть, лучше подобрать какой-то какой-то более сбалансированную антикву ближе к современной антикве. Л треугольное, да, и Д там где? Где Д? Д, скорее всего, тоже как-то будет треугольное. Г недоразвито, оно у тебя мало места занимает. Видишь, треугольные буквы, когда у тебя появляются, ты их тупо не можешь отбалансировать никак. А, ну Д прям нормально. А вот Л не очень. Как хочешь ты изменяешь кернинг, но все равно ты не добьешься результата. Шрифт, короче, другой надо. Вот. Слишком много лишних длинных стере. Убери здесь это. Эй, убейте. Вот здесь можно убрать это. Так, с иконками проблема. Так, с шрифтом отметил, с иконками отметил, с логотипом. Да, логотип сейчас перевешивает, он крупнее, чем остальное меню. Потом кнопку квадробнее нормально листать, ниже, дальше. Нормальные. Пофиксил вот здесь вот опечатку. Один, два, три. А где у тебя дальше вот эта вот навигация? Если у тебя дальше навигации нет, тогда нафига она нужна? Что, для главного экрана, да? Непонятно. Потом вот здесь выравнивания нет, да, это плохо. Потом, когда ты берешь этот подзаголовок и делаешь его как основной заголовок, да, это путает пользователя. То есть, слишком здоровый заголовок. Тема-то у тебя утонченная, мягкая, и заголовки меньше должны быть. Ну, то есть, подзаголовки. Потом, ну, вот это вот затухание, как бы, я не заметил сначала, но, ну, ладно, в принципе, пойдет. Ну, лучше, наверное, четкий край сделать. Вот эти вот двойные рамки, они нахрен никому не нужны, потому что, ну, отвлекает внимание. Ты же можешь сделать вот эту вот всю рамку, расширить на всю фотку, правильно? Подробнее рамка, кнопка у тебя еще рамкой. Убирай вот все вот эти вот вещи не нужны, и у тебя будет проще, минималистичнее, понятнее для пользователя. Фотографии-то прям супер вообще зачет. Слишком здоровый элемент навигации. Погинация. Так. Вот этот блок вообще к переработке, потому что вся сетка нахрен просто разрушилась. Есть правила модульности, которые вы проходили. Правила модульности звучит так. Есть контент внутри формата, у вас должен быть разбит на пересекающиеся прямоугольники, причем с сеткой здесь должно быть тоже все нормально. Здесь у тебя куча пересечений. Прям грубо. Это тоже рамки нафиг. Вот это непонятно, что за пространство. Вот здесь центральный аж маленький. это тройка с плюсом пока что. Надеюсь, ты улучшишь работу. Так, дальше. Что там у нас? 22.07. Так, чего кого смотрим? Так, Алина Ермаков смотрели, Юлия Иванова. Так, мне не показалось. Юля проходит курс на общих основаниях дождей. Как это так? Катя Иванова вижу. Точно? Похвально, да. курсовая, час назад, 48 минут назад, предыдущий вариант без оптравки. Привет. Так, хендмейд и игрушки. Сейчас я посмотрю, общее впечатление эмоциональное. эмоциональное. Они такие маленечко меланхоличные, да? Поэтому пастельные цвета в тему такие грустненькие. Поэтому, наверное, ну да. Только вот смотри, не сделай вот слишком грустно. Слишком пасмурно, да? Нужна ли тебе эта пасмурность? Непонятно. Она создается у тебя сейчас за счет фонового цвета. Да, он теплый, но ты добавляешь туда еще холодный вот этот вот голубой глиняный для элементов навигации. Ты добавляешь сюда еще холодный вот этот голубой пастельный вот и у тебя получается прям так дождливенько. туч, конечно, тучи не такого цвета, но они вот около того. Чего можно сделать? Добавить нежности. Видишь, тут розовенький. Видишь, тут красные какие-то акценты есть. Красные. Короче, можно добавить какие-нибудь акварельные штуки сюда. Вот. Но однозначно, чего не стоит делать, это вот коричневый под шрифт. Вот прям однозначный. Не сюда, потому что он начинает у тебя усиливать ощущение какого-то такого флегма. это тебе нужно усилить шрифты в плане черным. Сделаешь, короче, будет больше графики. Графично будет. Графично это равно академично, равно знаешь, отточенно, да? Это когда мастер уже, знаешь, набил руку и он делает графично, то есть четко. Надо ли делать строчку? Тоже вопрос. Это потому, что очень такое олдскульное решение годов из двухтысячных, там, ну, кто строчку это делал, везде, где встречаются сайты с этими, с тканями какими-нибудь или все, что связано с шитьей, кройкой, там, вот это вот все. Ну, либо делай это как-то от руки, вот от руки, если ты сделаешь ту же самую строчку, вообще будет по-другому. Вот, то есть, вот это вот, да, это штрих-пунктир, такой вот по контуру ровный, да, знаешь, базовый прием фотошопа. Давай сделаем, чтобы он смотрелся не базовый. Вот, вот эти вот кнопки у тебя смотрятся прям вообще супер, ну, то есть, элементы стрелки влево-вправо. Вот это тоже в тему. Вот, короче, сделай кнопки такими. Можно даже делать без строчки. Ну, попробуй варианты, посмотри. Че это такое, Юля? Что это? Контурная инстаграммная иконка. Вот, а дальше композиция у тебя пошла интересная. Что здесь стоит переработать, так это вот эти вот бирки, которые сейчас сливаются и которые создают вот это вот ощущение флегматизма какого-то. Ты можешь отказаться нафиг вообще от этих бирок и сделать подписи под изображениями, черным, фактурным. А вот этот ценник ты можешь сделать рукописным шрифтом. Черным. Вот, вот эти листья вот прям очень круто, фактурненько, графичненько. Продолжай. Ну, короче, как-то так. Это четверка. Юрия, ты должна делать на уровне. Что это такое? Давай, собери себя, собери себя в кучу в руки и сделай прям мега графичную такую классную работу. Ты можешь это сделать. Будем. Так, Глеб Ковшов. Сюда смотреть, да? Так, сюда. А, это интернет-магазин. это лендинг по продаже мебели, приложение, подавес. Так, сориентируйте меня, пожалуйста. Глеб у нас проходил воркаут только. Похоже на то, да? А, нет, вот. Не-не-не, не воркаут. Где курсач? Вот это, что ли? Лендинг пейдж файнал? А, вот. Все, не по глазам. Ты знаешь, бывает такая тема, когда ты такой домой зашел и такой или с утра встал такой, где тапки? и смотришь такой везде. И жена такая, так вот же, лежат. Ты такой, блин, точно. Это у мужиков такие проблемы есть, то есть, взгляд, как бы, такой вдаль на то, что рядом вообще не видит. Нафиг она. Так, скриптонит. Депрессивный бро такой. Так, что, газгольдер лого? Что такое невзрачное? Так, ну, короче, в черно-белом выбрано нормально. Слабый не до золотой шрифт, да. Он такой и сильный, и депрессивный одновременно короче, в тему. Сделай, короче, что-нибудь с цветом вот этого. Вот логотип. Может, крупнее его сделать. Может быть, найти там есть что-нибудь другое. Может быть, просто сделать вот, честно, не знаю, по центру. Нет, фигня одеть. Ладно. И вот это вот еще мне падает на глаз прям. Ну, что это и нахрена это? Непонятно. Личный сайт исполнителя можно не писать? Можно же? иконки. Ладно. Одесса. Корзина сейчас уедет. Эй, ловите ее. Ладно. Композиция сделана нормально, в принципе, да? Вот, корзину можно и развернуть обратно. Потом соц. твоим посмотри, как пофиксить, потому что развалилось все, что внутри. ну, вот эта фотография прям выбивается из общей стилистики. Ну, нет. Ищи другую. Нужно выдерживать стилистику. можно, добавить добавить красного, сделать больше красных элементов, типа, как вот здесь в этой фотографии. Вот. Ну, этот блок не бьется ни с чем по стилистике. Здесь тоже надо как-то унифицировать, да, и по наведению делать цвет только. перегруз по количеству рамок на заднем фоне можно это все убрать, эту фигню. Элементы навигации проработаешь в одной стилистике. Ну, короче, чем дальше влез, тем полшипа партизана. унифицируй кегли, у тебя сейчас куча разных кеглей, смотри, раз, два, три, четыре. Ну, я считаю, что должно быть больше порядка, должно быть больше порядка здесь, потому что это достаточно сильный такой, структурированный с одной стороны чувак. вот, это у нас получается четверка, четверка, четверка с минусом. Глеб, так, окей. Ну, я надеюсь, что тебе удастся выровнять эту работу более профессиональную подать. поехали дальше. Павел, так, 28 октября, сегодня. Я такой смотрю на ламинат, а он какой-то поехал, мне кажется, думаешь, что за хрень. Потом вспоминаем, да, то, что есть виниловый ламинат. Прикольно. Прям вот очень здорово ты показал вот эту фотографию. Гибкость, да. Так, уютный цвет, градиентики такие. Можно даже сделать чуть посветлее, для того, чтобы контраста большего добиться. Шрифт правильный, вот это все в минимализме, круг, форма правильная здесь, да, здесь то, что слева social links. Все правильно. New age. Ну, подумай, можно ли сделать вот этот разделитель менее заметным, да? Потому что он у тебя даже сильнее, чем текст тут получился. Ну, вот прям жирный такой. Зачем? Да, в принципе, можно классную анимацию сделать. Да, ладно, в принципе, на своем месте этот элемент. 43-й класс заносостойкость выводит. Прям какой-то космос. Это объясняю, что значит, 43-й или какой-то там класс. Это же получается сколько-то там кругов какой-то там шлифовальной машиной, да? Так, здесь все ништяк. Фотка, да, изображение супер. Здесь супер. Да, здорово. Здорово. Это здорово структурировано. А что, мне не к чему прикопаться так-то особо. Предварительно эта пятерка с фоном может сделать только чуть посветлее. Работа, огонь. Павел, молодец. Дарья Набатчикова. экспериментальненькое, интересненькое. называется глитч, да? Да, ништяк. Так, ну, давай. Соответственно, то, что здесь перфектно. Вот эти вот сами изображения с глитчем, да? Вот эту фигню можешь убрать. не нужно так сильно привлекать внимание на объект. Точнее, даже ты с него убираешь внимание, привлекаешь внимание на этот круг. Зачем? Конечно, он у тебя встречается дальше, ниже, да, вот здесь в фотографиях, но тебе он не нужен здесь. Либо делай так его, чтобы он был за изображением. И, короче, если ты уберешь вот этот вот круг, да, ты сможешь сделать чуть-чуть побольше изображение, оно займет больше места и на него будет больше фокуса внимания. Еще вещь, которая меня здесь не устраивает, это вот этот, вот этот блок. Потому что с одной стороны, конечно, можно все свалить, типа, вот там тема экспериментальная, поэтому я могу расставлять буквы, как хочу и так далее, но тут как бы и ни структура, и ни хаоса нет. То есть, либо тебе в структуру надо, либо тебе нужно в хаос совсем. Я бы тут ушел бы в хаос конкретно. Ну, для того, чтобы было понятно, чтобы можно было прочитать, да. Чего ты делаешь? Вот ты Modern Art Festival, буквы вот эти вот раскидываешь примерно вот по этой области. но так, чтобы можно было прочитать. И они могут быть там по высоте разное, по-разному расположены. И зато композиция у тебя будет более цельной, да, потому что сейчас композиция разваливается вот так вот четко на два куска. Вот. То, что у тебя цветовая схема выдержит, но это прикольно. так, с этим два куска отметил. Потом, до фестиваля осталось столько-то. Ну, ладно, в принципе, пусть будет этот блок. Вот, программа. Когда у тебя слишком, короче, много такого шрифта в рядом стоящих заголовках, это уже прям перебор. Поэтому от чего-то здесь тебе явно придется отказаться, да. Точнее, не от надписей, как таковых, от использования шрифта. Вот я бы сделал даты и вот здесь эти заголовки обычным, обычным, ну, геометрическим гротеском, да, который у тебя здесь используется, либо, который у тебя здесь используется. Это же тоже геометрическая гротеска, просто геометрия другая. Вот. Потом, то, что у тебя сделано здесь, да, прикольно воспринимать можно, это все понятно, и цветовая схема выдержана, это классно, хадлайнер. Короче, не нравится мне слишком крупные вот здесь заголовки, можно делать меньше и больше пространства вокруг них давать. Вот. Площадки, да, в принципе, прикольно, непонятно, что-нибудь за хрен, и вот это вот, что-то такое, косяк какой-то, пофиксить. вот, самое, мне кажется, крутое в этих, в этой работе, это вот, это вот эти фотографии и вот эти блоки. Уж фотографии в виде стилистики выдержали. прям ништяк. Потом ты взяла и заколбасила совершенно другой заголовок в кегле, другой кегль. Получилось не очень хорошо. Здесь у тебя не по центру нифига, что бы по центру не сделать, вообще непонятно. Лоды, огонь. Ну, короче, эксперимент это прикольно. Эксперимент только нужно привести к единому знаменателю. Что тебе и предлагаю сделать. Это работа на четверку с плюсом сейчас. Может, даст, точнее, 100% удастся классная работа. Вот, но пока что можно доделать. Так, Андрей. Чего вы, как вы? Не обалдели еще? Два часа уже прошло. Почти. Ко-воркинг. Прикольно нашел решение. Точка, точка. Ко-компания, воркинг. Пространство коллективной работы в Челябинске и, видимо, какое-то экологичненькое такое модерновенькое. ну вот, видимо. Что у вас в Челябинске такое есть ка-воркинг? Что, серьезно? Вот это круто. Да. Ну, ладно, я смотрю дальше. Цвет, да, прикольно. записаться на экскурсию. Немного фолигматично становится, когда у тебя слишком много зеленого. Может быть, лучше добавить какой-нибудь акцентный, типа оранжевого. Не пробовал. Может быть, даже и пробовал. Композиция супер. Паттерн ты подобрал в тему. это еще и про людей, которые как бы так объединяются, да. Вот здесь, что не очень получилось, это у тебя заголовок отвалился от своего контента, вот этой плахой. А плахая, как бы, она такая не особо информативная, да, походу. Наш ка-воркинг, центр, полностью готовое пространство вот возьми и объедини вот это вот в заголовок. Вот этот весь смысл в заголовок. То есть, это полностью готовое пространство для работы. Ну, ясен пень, что и для бизнеса тоже. И все. А вот это не надо. Личное рабочее место, все услуги, печать, быстрый интернет, там, бла-бла и так далее. Да. Тарифные планы. Слишком большую разрядку взял, сделай поменьше. Либо сделай не такой жирный, не таким жирным в заголовке. И внизу у тебя поехало, у тебя же выключка по левому краю, а кнопка у тебя получилась по центру. И ссылка подробнее тоже по центру. А ценник у тебя вообще хрен помягчил, привязан. Вот я бы переработал внутри, потому что вроде как все ощущается ровно и упорядочно. Про иконку кстати ничего не сказал. На фиксе. А вот здесь какой-то хаос пошел. Попробуйте, это вообще совет каждому, попробуйте первый шаг делать банальный заголовок. Типа тарифный план, интерьер, что мы предлагаем. А потом попробуйте объединять смыслы из того, что вы расписываете в заголовок и попытаться писать минимальным количеством слов. Тогда у вас будут более интересные заголовки. так-то все прикольно работа. Иконки только, вот эта нечеткая иконка надо пофиксить. Здесь и что-то случилось с этим. импутом контрастнее надо сделать надписью. Ну, это пятерка наверное с небольшим минусом. Сто пудов будет пятерка, если все пофиксишь. Так. Ну, вот эта вот система, по которой я оцениваю, да, пятерки, четверки, там, с плюсами, с минусами, она все-таки недостаточно гибкая. Если бы я, например, оценивал по стобальной шкале, было бы понятнее и был бы понятен, больше понятен рейтинг, да, и действительно, если уделить много времени, ну, типа, если бы у вас, например, сидело жюри такое и оценивало каждую вашу работу по пунктам, которые я вам в самом начале озвучил, да, у нас была бы такая более обширная бальная система и вы бы поняли относительность, да, работ по отношению к другу другу, да, но так как это для меня это слишком много времени потребует, поэтому я использую вот такую простую, но минус ее в том, что она, ну, короче, не всегда вот пятерки с минусом или пятерки, они одинаковые, да, по уровню, уровень работ может быть чуть больше, там, чуть меньше, поэтому все-таки на это надо делать скидку, но примерно, примерно в рамках, там, четверки с плюсом, пятерки с минусом работы одинаковые. Вот. Так, ну, что, Валерия и Лера два часа назад и так, отлично. Андрей, спасибо, постараемся пофиксить не накосячить бы еще. Косячить это нормально, ну, накосячите вы, ну и что, ну, получите вы там, не знаю, пятерку с минусом. Совершенно это. Вот пятерка, пятерка с минусом на самом деле ни на что не влияет здесь в плане результата выпуска, а вот если четверка, тогда уже, да, влияет, ну, то есть можно обломаться, не попасть в мастер-группу и в биржу. Вот. Короче, я сразу озвучил критерии, если вам не озвучивали. В мастер-группу можно попасть и в биржу, можно попасть, если у вас три пятерки и более, три пятерки и более из пяти работ. Ну, пятерки в любом качестве, там, пятерка с плюсом, пятерка с минусом. Дальше, если, если две пятерки и четверка, если одна пятерка, две четверки с плюсом, тогда вы попадаете в мастер-группу, но не в биржу. И потом просто дотаскиваете ко мне работу, я там проверяю, и вы можете попасть в биржу. Вот такие критерии. Так, студия изобразительного искусства. Оригинально. Краски. Краски и скульптуры, видимо. Так. А, ну подождите, да, там же рисовать-то тоже с моделей, модели-то скульптуры, да, поэтому все нормально. Так. Ладно, давай просмотрю дальше. Смотри, студия изобразительного искусства, это как время провождения, время препровождения, да. школа, если это оффлайн-школа, там стопудово одна из ценностей это окружение. Поэтому, может быть, немножко работу развернуть в сторону человечности, или, по крайней мере, с нее начать. Смотри, люди живые. Может быть, на главном экране сделать фотографию живых людей, которые что-то там делают. и тогда можно скоммуницировать сильнее вот эту вот эмоцию сообщества. Но то, что у тебя сейчас на главном экране с точки зрения техники, вполне нормально. Я просто озвучил совет, который ты можешь использовать, можешь не использовать, для того, чтобы показать больше человечности. в смысле, больше контакта, вот, больше контакта с людьми. Ладно. Вроде ничего. Ладно, нормально. Причем здесь вот почему ты закрываешь, короче говоря, вот часть вот этого прекрасного изображения вот этим вот непонятным, мне непонятно. убери. Будет нормально. Вот здесь отступы по фиксе между программой обучения. Включается. Ну, я понимаю, что ты хочешь добавить какой-то, не знаю, акцентный элемент, но, мне кажется, не таким банальным способом ты можешь сделать глубже, то есть ты можешь сделать передний план, то, что у тебя есть вот эти изображения, ты можешь сделать задний план, это любые геометрические формы, мягкие, или любые какие-то вот такие вот акварельные формы, но на бэкграунде. И здесь то же самое. Качество фотографии, да, круто. Ну, банально пытаться соединить заголовок с вот этим. Да, это банально. ну, вот эти вот изображения, да, акварельные, их можно увеличивать и делать на бэкграунде. Главное, чтобы качества только изображения хватило, чтобы его увеличить. тоже блок достаточно простой. Не надо так отлепить. По центру контраста больше. Так, ну, это у нас четверка с плюсом. так, Валерия Карлова. Так, чувак, как состояние, как ощущение. Мне уже спать хочется. Надеюсь, что вам не передается. Главное, не полиция, главное, не изъевать. так, посмотрели. Юля, спасибо. Я твои тоже могу слушать бесконечно, потому что у тебя такой приятный голос. Росокосмос. Ну, ладно, поедем дальше. Так, сладенько и сочненько вот это вот. Ой, какой градиент, прям сочный, сочный. Очень в тему шрифт, но вот всегда подстава такая бывает. Вроде подбираешь шрифт, да, все нормально, одна какая-то буква вот не та. Что за фигня? Ну, здесь это, конечно же, У. Ты можешь оставить пока что так, пока ты не найдешь лучшего кандидата. Либо ты можешь залезть в, не знаю, в сам шрифт, если его можно как-то отредактировать и сделать эту У. Либо ты можешь ее запилить просто в векторе по шаблончику. шаблончику. Ну, в общем, достаточно тут не делать этот хвост, блин, и все. Так, логотипчик, вот прям супер. Короче, главный экран ништяк. Сделал логотип белым, и у тебя будет точка. Ну, в смысле, за что будет цепляться взгляд, и который будет держать весь прямоугольник композиции. Ребят, ну, пожалуйста, вы обратите внимание в сторону создания не банальных, не клишированных заголовков. Тут как будто как в Советском Союзе джемы в наличии. Джемы под заказ. Изготовим для вас джем по индивидуальному заказу. Ну, согласитесь, звучит-то банально. Да можно вообще нафиг этот заголовок не делать. Так-то по идее и так понятно, что это джемы. Джем, курт, варенье, тщательный конфитюр. Круто-круто. Ты можешь написать тут вместо этого заголовка просто ммм, запитая, сладенькая и добавишь эмоций. Потому что сам заголовок сам по себе не несет смысл, он здесь. как мы готовим настоящий джем. Готовим по рецепту бабушки. И готовим как бабушка. Готовим как бабушка. Это старая бабушка, которая не может трезветься. готовим с добротой. Согласитесь, по-разному читается. Как мы готовим настоящий джем? Ну, это просто такая коробка, да, как будто. Коробка для контента. Да, а вы туда смысла добавьте. Вот. Ну, готовим с добротой. Готовим с душой, потому что уже банально. Рецептики. Можно написать рецептики. Ну, ладно, это уже понесло меня, мне кажется. Как происходит оплата, доставка, круто. Короче, формы, которые ты здесь используешь. Супер в тему. Оптрави только лучше баночки. Ну, тут потому что освещение белый. Вот, добавь бликов там, каких-нибудь красных туда. Ну, в смысле, розовых таких будет прикольно. Потом вот здесь тоже оптрави лучше вот эту голубику или чернику, он что-то такое. И все, и будет миштяк. Ну, пятерка с точкой. Очень близко к пятерке. Ну, пять с минусом обозначу пока, но вот твоя пятерка с минусом прям хороша. Книга есть эмоциональные интерфейсы, там, серия из четырех или из пяти книг, что ли. Прочитайте ее. Там вот как раз чувак объясняет про то, что чтобы вы учились создавать не банальные интерфейсы, не сухие в смысле, а вот такие человечные. Вы же можете в диалоге, в словах, да, передать эмоции. Ммм, вкусненько, готовим с добротой. Заходите, пожалуйста. Это все и про эмоции. или вы можете написать просто «Наши джемы». Так, Настя, еще давай. Шередеш. Скоро поедем в Шередеш. Активный отдых в Шередеше. Туры из Томска. Ну, чисто технически, да, вопросов нету в главном экране. Ну, собственно, снобардистка, снежочек, синее небо. Вот это все про свободу. О, Шередеша. Так, горнолыжный курорт. Что вас ждет? Что мы предлагаем? Здесь больше отступа сделай, отлепи. Выравнивание сделай. Здесь по центру расположи. Вот это все убери. ГУ. Томск, улица Ленина, первый этаж. Ой, Ленина один, этаж два. Так, нафига? Зачем вот это повторять? Не надо повторять. Убери отсюда, оставь здесь все. Либо убери отсюда вот это вот nice бас бас вот сюда, а вот это меньше. Ну, вот. Ну, для новичка, ну, вроде как неплохо. Только с сеткой какая-то рама. сетку наладь. Да, потому что здесь пересечение как-то нахлёст, да, пошел. Здесь вот уехало, здесь выехало, здесь тоже непонятно, как у нас пошло. Вот, наладь, короче, левые, правые края и сетку наладь тоже. И посмотри, можно ли заменить вот этот вот шрифт на какой-нибудь brush script кистью белой. Это будет более подходящий вариант. оставить эту надпись в brush script только вот здесь, на главном экране. Так, ну это что у нас это ну формально пятерка с минусом, надо как-то больше эмоций добавить. Настя Федорова. Ну или нет, наверное, четверку с плюсом поставлю, давай поставлю тебе задачу добавить эмоций. Так. полина прочитал. Так, полина фирсова. Вот это должно быть интересно. гайдетурс ранказан. Казан. Казань. Шрифт вот прям ты подобрала вот в тему. Единственное, что он немножко ближе к набору, хотя хрен знает, как может прочитать такой наборный. Прыгает он такой по линии маленько, но и фиг с ним, ладно, я думаю, это нормально. Бирка прилепилась к гайдет, потому что у тебя отступ здесь большой, а здесь маленький. фото огонь. Что если у тебя будет здесь фотка какая-то другая? Ну, у тебя это слайдер или нет? Если это не слайдер, то ладно, Если это слайдер и тут будут меняться фотки, тогда ты рискуешь потерять читабельность вот здесь, поэтому можно сделать какое-нибудь меню. Подумай, может быть имеет смысл. вот прикол для иностранцев читать такие названия. Скажи мне, пожалуйста, нафига тебе вот эти три линии на фоне? Это же не сетка? Зачем? Видео да, нормально. Если сделать более широкоформатно будет круто. Знаешь, как вырезан из бумаги такой макет? Вот. Потому что на фото он не по центру. то есть надо выравнивать, да? Вот у тебя есть в Photoshop и Warp Tool. Ты можешь этим инструментом выровнять горизонт вот этого вот, не знаю, этой часовни. Часовня же, да? Колокольня. Блин, прикольно, как таджмахал вообще. Серьезно, в Казани такая штука. Слушайте, это вообще круто. Короче, работаю, огонь. Тоже меня смущает немножко эти вот длинные кнопки белые. Посмотри, может быть, их можно как-то сделать меньше. и оценка, ну, из-за мелких счёв, пять с минусом, ну, такая крепкая, пятёрка с минусом, Полина Кирсова. Вообще, я вам скажу, что мне кайфово смотреть работы вашего потока. Мне кажется, они лучше, чем работы предыдущего потока. Я считаю, что у вас много чего получится. Так, презентация проекта Smart City. Город нового поколения Smart City, проект строительства современного мегаполиса при нене информационных технологий. Ну да, вот эта вот иллюстрация вроде как подходит, да, цвет тоже подходит. Но вот эти кривые векторы. Сделай ровно, пожалуйста. короче, делается это все просто. Если тебе нужен изгиб, у тебя там должен стоять один узел и одинаковые эти направляющие. И у них угол между ними должен быть 180 градусов, то есть линия образована, чтобы они двигались вот так. Они вот так. Ну, то есть чтобы не было изломов. Как только у тебя там несколько узлов и как только у тебя там излом в этих направляющих, у тебя сразу начинаются вот такие изломы здесь. И это сразу воспринимается как работа такая не очень качественная. Вот. Потом. Короче, если здесь выключка по центру смотрится норм, то здесь вообще не норм. И здесь нужно выравнивать по левому краю. Но если ты здесь выравниваешь по левому краю, то здесь нужно тоже выравнивать по левому краю. поэтому давай согласовывай. Вот эта иллюстрация вообще капец какая некачественная. Нужно ее поменять. Потом фотка прикольная. Да, это прикольно. тоже здорово. Ну и естественно здесь будут фотографии. Вот так обрезанные фотографии это интересная идея, нестандартная. Хорошая. Последние новости проекта. В принципе тоже пойдет. Иллюстрации классные, тоже не очень круто. Это качество пола, если так назвать можно. вот здесь какой-то графический кисчок слева вылез. В общем, главный экран, да, прикольно. Вот этот экран переработать. Вот этот экран, да, прикольно. этот экран прям ништяк. Вот этот экран, да, круто, оригинально. Вот этот экран доработать, потому что здесь маленько раздробилась композиция. Можно обойтись одним изображением этого чувачка убрать куда-нибудь. Вот. И футер доделать. это 4 с плюсом, твердая. Так. Полина Фирсова прочитала коммент. В регионе, но в регионе это тоже круто. так, Анжелика. Так, окт сегодня. Так, вот это смотреть. Так, школа акварельной живописи. сразу хоп, акварельку на фоне, которая на холсте на холсте скорее всего, да, каком-то. Это в тему очень. Дальше сам фон под холст. Это тоже круто. Шрифт, да, подходит. с центральняжем. Ты можешь его сделать чуть меньше здесь. Иконки сделай все в заливке. Это у тебя послайдовая, да, прокрутка. Вот здесь слишком мало места ты дала между, да, либо делай абзацы, да, ужимай абзацы, чтобы они влезли под кнопку. Либо сделай просто на один столбец уже, да, вот эту вот фотку. Ну, понятно, для этого нужно просто изменить масштаб четко. Вот. Будет нормальный блок. Вот здесь, знаешь, когда девочки занимаются декором, не имеют такое, неосторожность переборщить немножко. Вот здесь примерно такой вот перебор. Смотри, что ты делаешь? Ты объединяешь эти две плашки в одну, делишь их пополам там каким-нибудь разделителем, у тебя внутри будут групповые, индивидуальные, а вокруг них делаешь вот эти вот цветочки. и все будет шикарно. И вот эти абзацы куда-нибудь определяешь внутрь вот этой плашки. Доработай. Потом вот здесь откуда-то взялись такие вот здоровенные подзаголовки. Ну, вообще неудобно. И вот это вот что? Что? Надо доработать. И вот здесь ты взяла вертикальный формат изображения, пытаешься его впихать в горизонтальный формат. Побери другой. я понимаю, что изображение классное, интересное, но здесь нужен какой-нибудь горизонтальный или квадратный формат. Доработать. А здесь тыква обрезана. Стопудово холст польши. Здесь нужно выровнять по левому краю. Здесь нужно сделать меньше отступа, чем... А, подожди. даже к кнопке относятся. Ты знаешь, я бы, наверное, сделал вот эту подпись под кнопкой. Ну, а здесь бы все равно сделал меньше отступа, потому что они сейчас размерны вот с этим отступом. Вот. Это у нас четверка с плюсом, то есть с плюсом выдержанную стилистику, а четверка за то, что нужно тут, короче, все выравнивать. сейчас я найду, нашел. так, воркаут 25-25-й. Вот, все, скоро закончится. ладно. Так, воркаут. Лизавета. Так, это я уже смотрел. Катя Григорьева. Во. Тоже воркаут? Да, похоже. Что воркаут? Так, чего? А, это прям файл. Во. Это проблема. Так, а больше нету. Ну, в общем, у меня сейчас будет все очень долго открываться. И будем глючить. We can open this file. Че случилось? Эй, я же... А, это же факинговый хром. еще, у меня, почему-то хром не открывает. можно дай, я же чайку заварить. так мебельный ios короче на основном разборе не вздумайте прикладывать мне пожалуйста ссылки на фигму вот прям даже смотреть не буду потому что вы же могли потратить немножко своего времени сделать экспорт в картинку было бы все супер шикарно а сейчас мне приходится ждать а еще всему потоку приходится ждать поэтому катя если ты смотришь лучше перезалей у меня вам до сих пор не открылась ладно едем дальше егор так дима это старые работы аж до 27 октября других то у меня нету на это его у кого капец у меня память короткая у катя я новей не увидел так курсовая работа но оценки я помню три часа назад курсовая второй вариант так отлично создание и поиск спортивных походов чё поиск спортивных пахает когда ищу какой-нибудь маршрут онлайн сервис для подготовки походов создание документов накопления личного опыта дожди а поиск тут причем ну короче у меня к дескрипту вопросы ибо непонятно написано спланируй туристический поход спланируй или найди свой туристический поход так что ну я понял чтобы сервис на онлайн сервис для подготовки походов создание документов накопления личного опыта зарегистрировать смотрите видео да прикольно про свободу короче чувак такой и пошли со мной поддержать да я тебя поддерживаю чувак вот это вот по поводу карты ландшафта да прикольным потом возможность сервиса руководителям участникам федерациям создание похода метролиня же как бы прибавить чуть-чуть вот походы возможности сервис а ты такой скринами показываешь как он работает да это прикольно это прикольно потому что здесь ты собираешь регистрации пример работ сервис создание набор участников подготовка документов проверка документов подготовка отчет подтверждение опыта вот это не банальная графическая схема которая позволяет понять вот этот сам маршрут круто и по эмоциям согласуется заявки в мчс отправляйте вам че заявки быстрее проще получаете ну да ладно только абзац здесь чё за чё за фигня напиши абзацы и вот это что за хрень вообще чтобы давай договоримся чтобы у тебя не было рыбных абзацев то я не буду смотреть твою работу поставлю тебе трояк ладно шутка ну короче нельзя рыбные абзацы а стал оставлять потому что заказчик потом посмотрите скажете почетка не умеешь текст отзывы туристов вопрос ответ нормально остались вопрос форум пиши да нормально короче короче вот начиная вот с этого блока здесь пошла вот какая-то скука и здесь чего-то нужно добавить вот здесь очевидно для того чтобы внимание как-то привлечь а здесь я видимо человек он вы заскучает и прервется скорее всего вот добавь оценка 5 с минусом четкая работа может получиться а мы едем дальше сейчас поставлю оценку так его так павел наумов у нас еще работа не смотрел пекарня можно чуть-чуть фоточку вниз двинуть чтобы тесто где-то здесь оказалось потому что но она здесь уже останавливается как бы если ты у тебя если у тебя динамичные фотографии тогда нужно давать этой динамике место вот предлагаю чуть сдвинуть вниз потому что я вижу у меня в принципе вопросов нет композиции питер итальянская 33 пекарня каждый час свежая партия хлеба из печки у это интересно выбрать хлеб невзрачная только кнопка какая-то можешь просто сделать ссылку на самом деле не париться так принципе и в принципе сюда зайдут такие рукосозданные элементы навигации либо такие мягенькие вот как ты здесь сделал ладно короче давай дальше фотки огонь композиция супер только вот это вот изображение в таком формате она смотрится так что она разделяет вот сам формат на верхнюю часть да вот она и на нижнюю часть вот она чё делать ты можешь оставить как бы этот терминал без фона чтобы нет только тебе нужно подобрать вот эту иллюстрацию под формат ну то есть повыше чуть-чуть при той же ширине да вообще как красиво сфотографировано отлепи только немножко вот эти надписи чуть подальше сделать от углов да здесь ништяк здесь ништяк тоже вот эти вот лейблы прям супер то что надо можешь кнопку сделать в таком же стиль на главном экране потому что непонятно сейчас в каком стиле непонятно что это такое как у тебя будут выглядеть остальные кнопки как эта кнопка у тебя будет выглядеть при наведении почему вылезла за края вот почему понятно но слушай да достойно достойная работа пятерка чего я не могу прикопаться так-то особо ничего так павел молодец второй павел у нас по моему чисто пятерка так с блин жена звонит главное чтоб не рожала это это будет вообще подгон ладно если еще раз позвонит возьму так двадцать шестой октября а я думаю чувак знакомый классе бы музыка детства практически так так структурненько прикольно то с главным экраном что-то надо сделать главный экран с на отношение ко всему остальному невзрачный с учетом того что чувак такой нужно делать с яркими какими-то акцентами вот логотип ладно пусть будет так короче переработать требую главный экран с акцентами акцент добавить для этого достаточно поработать с фоном вместо можно фотку оставить черно-белую ну то есть само это мужика вот эти круги попробовать делать с цветом либо другой вариант черно-белую оставить черно-белые круги и фотку добавить туда цвета тоже губы красят обычно ничего там делать брови там не знаю чё-то у меня ресницы вот опять наста иконка это что нет что ли иконок с оливкой так вот это окей пойдет все структурненько прикольно это да пойдет несмотря на то что кажется что развалилась на две части ну и ладно это же недавнее типа выступление а если тут недавние выступления тогда тут их должно быть много значит они должны быть как-то скроллиться да что если я хочу посмотреть всю историю что делать здесь добавить навигации как-то вот это да нормально а их чё двое что ли все бас-гитарист и вокалист гитарист основатель и автор бас-гитарист гитарист бэк-вокалист по ходу а ну да двумя музыкантами вообще реально я как из деревни просто иногда бывает как-то спрошу так скролл скролл не очень на самом деле позитивная вещь внутри интерфейса потому что у вас так скролл тоже есть здесь поэтому делайте лучше элементы навигации слайд окей только рамку отсюда нафиг надо убрать вот три мужика вот их вообще сколько шесть короче если их больше чем двое здесь составе группы тогда слайдер вот и это пока что четверка с плюсом по большому счету из-за главного экрана и вот так вот жестко Семен Семен Лебедев работу совершенно не сложно дотянуть на пятерку сейчас даже без минуса согласно моим рекомендациям ой капец что-то тупить начал Семен Лебедев флаговод так Дмитрий Казановский курсач вот какая тема ааа стартовая фотография Totally окей третий Семен correspond дальше Дальше, меньше, шире. Вот это можно по правому краю выровнять. Ай, ну, как вообще такое может быть? Вот ты такой задал планку, вот этой вот офигической, просто совершенно офигенной фотографии. И вот это... Ну, ты серьезно. Ну, короче, видишь, да, реакцию сразу. То есть, мне кажется, что если вот такую вот планку держать, можно найти, наверное, где-то 3D-шки планет там, либо какие-нибудь фотографии планет вот, и сделать их вот сюда с такой же четкостью, ну, с такой же детализацией. Иначе прям просто, знаешь, ты как будто строишь здесь вообще офигенно крутые ожидания от проекта, а здесь прям пользователь лицом об стол такой, на! Вот, и композицию блока сделай более ослаженной, потому что, ну, она несбалансированная. Слева тяжелее, чем справа. На чем полетим? Полетим мы нарисованным картонным шаттлем. Тоже, да, это к вопросу о стилистике. Задал реалистичную тему, делай все в реалистичной теме. Не можешь сделать, сделай, короче, по-простому, но тогда тебе нужно переработать всю эту стилистику. Вот, черт, ты опять ушел в простое. Ой, я-то дожидал, я-то ожидал, что там будет что-то такое. Проебан тебе с плюсом. За прототипность. Ну, давай делать, что такое, в чем проблема? Все же можешь сделать. Можешь подобрать фотки. Ладно, четыре с минусом поставлю. Так, и получается, у нас остался один человек, это Катя Григорьева, с форкаута, у которой все в фильме. Ссылками. И у меня на... Ну, на этом мы заканчиваем наш вебинар. Ну, черт, все, я не могу посмотреть, у меня не грузится. Поэтому Катя пролетает с промежуточным разбором. Вот. Катя требует разбора у тренеров. У тренеров, которые один на потоке, это Алексей Белицкий. Все, Катя остается без разбора. А вот, в следующий раз будете закачивать изображение. Скажите мне, пожалуйста, все, всех ли я разобрал? Никого ли я не пропустил? Я пока посмотрю. Так, Иван, символист, не вижу работы. Артур Алдулин. Чего за у тебя какая-то шляпа тут творится? Три с плюсом тут у кого-то. Так, Полина Фирсова, так. Лейла Полчаева, не вижу работы. Михаил Филиппов, тоже не вижу работы. Если так будет к концу курса, это вообще не очень хорошо. Вот. Дарья Квон, обрати внимание на свою команду. Так, потом у Оли. О, Оля умница. У нее прям все работы опубликовали. И результат в целом неплохой. Это я оценивал строго. Значит, у нас к итогу будут, должны быть хорошие работы. Так, дальше. Инесса. У Инессы. Инесса тоже умничка. У нее все работы подтянутые. Катя Иванова, Сергей Новиков. Не вижу. И в целом команда Кати Зоевой наполовину только дошла до промежуточного разбора. Держите коммуникацию. Кать Хес, умница. У нее вся команда дошла до промежуточного разбора. И работа, ну, типа, более-менее. Мария Доставалова тоже хорошо. Команда большая. Шесть человек. Это прям много. Один не дошел до промежуточного Виктория Хроменкова. Это, ну, повод, чтобы пообщаться. В целом результаты неплохие. Маша умница. Ну, вот. Ну, и спасибо Алексею Белицкому за то, что он ведет курсы. Это дает вам такие подробные, прекрасные разборы. Вот. Посмотрим еще маленечко на таблицу. Какие у вас тут результаты. Так. Кто у нас лидер? Никита Носков. Никита Носков. Да, потому что написал кучу постов в блоге, да? Но это же тоже хорошо. И сделал много заданий. Не все, конечно, но сделал. Короче, мы в конце будем еще читать прям блоги. Если у вас будет много бессмысленной хрени, мы ее считать не будем в общую цифру. Поэтому, если не поздно отредактировать ваш блог, сделайте это. Потом дальше кто у нас еще? Тигр. Так, раз, Тигр. Анастасия Федорова. Тигр. Командная работа. Хорошо. Блоги пишут. Хорошо. Блог, точнее. А, и все. Два Тигрика у нас, да? Давайте подтягивайтесь. Вот. Кто еще... Так. Панда у нас круче, чем Куала, да? Кто еще в лисах стоит? Ребята, не надо быть с львунами. Я вам рекомендую работать. Вот. На кого обратить внимание? Вы и так, наверное, сами знаете. Иван, символист Ваня. На кой черт ты пришел на этот курс? Ты заплатил деньги. Давай работай. Потом поноешь. Лейла, Полчаева. Та же самая история. Катя Иванова. Вообще кунг-фу кролик. Ну, ребята. Такие деньги. Сергей Новиков. Тоже. Слив. Иван снялся с курса. Ну, плохо. Плохо. Сливаться с курса вообще на самом деле последнее дело. Надо сжать. Работать надо до последнего. Вот прям подтягиваться. Если вы начинаете ныть. Я понимаю, что сложно. Но если вы начинаете ныть. Тогда у вас все. Короче. Вы сходите с рельсов. У вас накапливается снежный ком долгов. Вы не понимаете, нафига вы вообще сюда пришли. У вас вроде зачарования идет. Носить на курсы. Вот. Ну, короче. Смысла в этом вообще совершенно никакого нет. Я считаю, что лучше попахать 10 недель. По полной программе. Я считаю, что лучше там несколько дней не выспаться. Но сделать домашку. Вот. Но зато у вас будет результат. У вас будет артефакт конкретный. Который вы заберете с этого курса. Это портфолио из пяти работ. Раз. Это фундаментальные навыки дизайнера, которые вам помогут. А еще это софт-скиллс. Ну, то есть профессиональные навыки, которые вы, скорее всего, уже поняли, что они прокачиваются. Типа это тайм-менеджмент, да, соблюдение дедлайнов. Управление задачами. Когда задача большая, вы можете разбить задачу на подзадачу. И выполнять. Это работа в команде и коммуникация внутри команды. Это конфликт-менеджмент сто пудово, потому что у кого-то возникают какие-то разногласия, недовольствия. Это все нужно решать в процессе курса. Потому что если вы это не решите, кто-нибудь сто пудово сольется. Вот. И это управление стрессом и управление эмоциями. Потому что если стрессом не управлять, он у вас накопится и вы сольетесь. Если эмоциями не управлять, они у вас накопятся. И вы придете в конфликтную ситуацию, которую потом разрулить не сможете. Вот. И это все потом просто будет для вас вообще офигенным плюсом, когда вы столкнетесь с реальными заказами, с реальными командами, с реальными заказчиками на фрилансе, или в студии, или в команде. Вот. Как-то так. Ну все. Спасибо вам большое за работы. Результат, я считаю, хороший. Желаю вам больших успехов к выходным. У нас разбор будет поделен на две части. В субботу части, в воскресенье части. Я буду проверять таким же образом, оставить оценки по всем работам. Поэтому выкладывайте все свои работы в формате изображений. На этом все. Спасибо вам еще раз. И успехов. Увидимся в субботу. Всем пока. Спасибо. 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 Спасибо.